Прощай, зима, здравствуй, весна, ароматные румяные блины, весенние песни, изобилие вкусной сытной пищи, конечно же, масса конкурсов, игры и развлечений, тематические зоны отдыха, как для взрослых, так и для детей. Это и не только создавало сказочную атмосферу, все традиционно, вкусно и весело, и в этом главная прелесть Масленицы, всеобщая радость и соблюдение данных традиций. Для меня Масленица ассоциируется с самым святым праздником, который есть. Это люди, которые провожают сегодня прощальное воскресенье, так Богом дано, и люди прощают друг друга и провожают зиму, ждут скорой весны, чтобы быстрее было тепло, светло, уют, мир и здоровье у всех людей. Прощенное воскресенье сегодня. Масленица, не знаю, весна. Ну, вам вообще нравится атмосфера? Да, да, красиво. Главное, нет дождя, погода классная. Весело, людей много. А вообще, что для вас в воскресенье? Прощенное воскресенье. Ну, и что для вас? Ну, прощать всех, все обиды, добрые сердца. Самое главное, чтобы мир был на земле. Да, наша общая боль. Белорусов, украинцев, Россия. Мы единое целое. И надо простить. Господи помилуй, дай Бог, чтобы все это кончилось. И мы простили друг друга, помирились и жили в радости. Праздник сопровождался как издавна полюбившимися забавами, так и новыми. Угоститься блинчиками везде, где только предлагают, никакого аппетита не хватит. Ароматы гуляли буквально по всей территории парка. Кроме гастрономических рекордов, в речи они с удовольствием ставили физкультурные, участвовали в спортивных состязаниях и викторинах, зажигали от души. Было очень жарко. На праздники все напоминало о том, что зимний холод постепенно уступает место весеннему теплу и настроение соответствующее. А потому и на столб взобраться совсем не слабо. Громче, громче! Михаил! Поздравляем всю семью Михаила! Весело, задорно, изобильно и, как всегда, с брестским размахом праздник Светлой Масленицы город над Богом отпраздновал на самом высоком уровне. Проводы зимы 2022-го бесспорно пополнили копилку ярких событий в жизни нашего города. Для кого-то это традиционное шествие символизирует долгожданный конец зимы, а для кого-то – начало Великого Поста, который продлится до Пасхи.